Узнали кое-что новое. Поделитесь. Амбически! А, вы только поняли, как играть, да? Мы очень волнуемся, очень волнуемся. Не ошибитесь, на кону ваша работа. Итак, команда А отвечает. Отвечает Андрей. Были у нас варианты правильных ответов, почему-то мы их не озвучили. Там что-то невероятное. Ну что, дорогие наши уважаемые YouTube-зрители, привет, хеллоу, бонжур! Давайте поаплодируем вам! Ну что, мы напоминаем, что мы находимся на нашем 25-м российском интернет-форуме. У нас в этом году будет день рождения. Нашему координационному центру доменов РУ и РФ исполняется 20 лет. И в связи с этим... Ура! И в связи с этим мы решили продолжать снимать наше бомбическое шоу-авторизация. Первое межгалактическое шоу про интернет и для интернета. Ну что, мы напомнили вам, кто мы, где мы. Пришло время познакомиться с командами. Итак, встречайте, команда! Отлично! И команда... Регулятор! Регулятор! Отлично! Итак, хотелось бы отметить, что наши команды абсолютно не готовились к нашему шоу. Ребята просто принимали участие в РИФе, проходили мимо, мы их ловили и говорили, пойдем к нам. И они принимали участие. От этого, я думаю, что сам выпуск будет гораздо интересней. И вы, наши уважаемые телезрители, точнее YouTube зрители, можете точно так же принимать участие вместе с нашими гостями. То есть, будут вопросики, вы прям нажимаете на паузу, пишите ответы. Ну, а у нас пришло время познакомиться с участниками. Итак, здравствуйте! Как вас зовут? Расскажите пару слов про себя. Меня зовут Азалия, я работаю в компании Reg.ru. И хочу отметить, что буквально завтра у нас тоже день рождения и нам исполняется 15 лет. 15 лет! Аплодисменты! Приглашайте на мероприятие, мы вам его с удовольствием проведем. Ну что, продолжаем дальше. Меня зовут Андрей, я работаю в компании RuCenter. Работаю с клиентами, а люблю историю. Аплодисменты Андрею, отлично! Андрей любит историю, супер! Далее! Меня зовут Арина, в команде с Азалией. Занимаюсь сувениркой и очень это люблю. Отлично, аплодисменты ребятам, спасибо! Заметьте, все имена были на букву А, поэтому и команда А. Think about it. Мы переходим к вашей команде, дорогие друзья. Ну что, давайте с вами познакомимся. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ирина. Я работаю в координационном центре доменов RuRF. И мне очень нравится приезжать каждый год на риф. Отлично! Супер, спасибо, далее. Всем привет, меня зовут Жора Георгиевский. Я работаю с Жорой Георгиевским в координационном центре доменов RuRF. Люблю всех! Самая важная должность, Жора. Далее. Всем привет, меня зовут Андрей Воробьев. Я в КЦ уже шестой год, до этого был в RuCenter почти 14 лет. В общем, тоже люблю приезжать на риф и историю интернета. Аплодисменты, дорогие друзья. Отлично! Ну что, дорогие друзья, все, мы познакомились с командами, а значит, пришло время начинать наше шоу. Итак, внимание на экраны. Правила нашего шоу. Наше правило. Три раунда. В каждом раунде свои правила. За победу в первых двух раундах команда зарабатывает баллы. За победу в третьем раунде команда получает два балла. Итак, понятно? Отлично! Переходим к первому раунду. Правила первого раунда. Пять вопросов с четырьмя вариантами ответа. Первая отвечает команда, которая быстрее поднимет руку. На ответ дается три секунды. То есть, вы, прежде чем поднимать руку, желательно подумайте. При неправильном ответе, ход переходит ко второй команде. Вопрос сгорает, если обе команды ответили неправильно. То есть, если вы подняли ручку, ответили неправильно, то тем самым вы помогли другой команде и убрали неправильный вариант. Ну что, команды, готовы? Есть вопросы? Отлично! Давайте поаплодируем! Начинаем! Итак, первый вопрос. Внимание на экран. Билл Гейтса отчислили из Оксфорда, Гарварда, Стэнфорда и Кембриджа. Выбираем вариант. Он американец, поэтому... Отлично! Есть Стэнфорд. Стэнфорд. Вы уверены? Ну, кажется. Отлично! Давайте узнаем, что же думает ваша команда. Итак, команда А. Да, отвечает Андрей. Мы думаем, ну, раз он в США, в общем, резидент США, тогда, я думаю, Гарвард. Да, ну давайте посмотрим на правильный ответ. Правильный ответ! Гарвард, дорогие друзья! Аплодисменты! Первый правильный ответ у команды А. А, ну что ж, я вас поздравляю с этим. А мы переходим к следующему вопросу. Внимание на экран. Какую компанию изначально называли BackRub? Google, Microsoft, Firefox, Uber. Итак, время прошло. Итак, регуляторы. Uber. 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 Так, а что же думает команда? Так-так-так. Но, на самом деле, логика тоже простая, у Uber черный логотип, и мы думали, что есть некоторая связь со... Три. А, Black, это B. Да. C Firefox. C Firefox. Ну что ж, дорогие дамы и господа, правильный ответ. Google! Да, вот такие интересные новости. Да-да, дамы и господа, на самом деле, компанию Google изначально называли BackRub. Как вам мой английский, кстати говоря? Perfect. Спасибо. Да, я иногда вру, что знаю его. Итак, дорогие друзья, внимание на экран. Следующий вопрос. Компьютер Apple 2, который был впервые представлен в 1977 году, получил жесткий диск объемом 5 мегабайт, 1 мегабайт, 32 или 16? Не двойка, не кратная. Команды думают, интрига. Первая игра, в которую команда сразу не понимает. Мне кажется, да. Потому что на канал... 5 мегабайт. Да, да, да. Что-то. Не придумал шутку. Да. Итак, команда А отвечает. Отвечает Андрей. Да. Отвечает Андрей. Андрей, отвечайте. Мы думаем, что это 5 мегабайт. И это правильный ответ. Ваши громкие аплодисменты! Правильный ответ. 5 мегабайт. Ну что ж, дорогие друзья, приготовились. Вопрос номер 4. Внимание на экран. В каком году была представлена первая компьютерная мышь? 1928, 48, 68 или 88 год? Итак, да-да. 48 год. 48 год. Неплохая попытка. Переходим к команде А. Команда А. Да-да. Мы думаем, что вариант Д. 88. Да. Давайте посмотрим на правильный ответ. Компьютерная мышь! 1968 год, дорогие друзья! Компьютерную мышь придумал Дуглас Карл Энгельбарт. И представил ее 9 декабря 1968 года на выставке Fell Giant Computer Expo в Сан-Франциско. Ну что ж, узнали кое-что новое. Вот, любите историю. Любите историю по интернет, компьютерные такие вот эти колдунства. И теперь знаете новый интересный факт. Итак, вопрос номер 5, внимание на экран. Сегодня точка ТВ позиционируется... Да. Ну что ж, давайте для приличия я дочитаю вопрос. Все-таки мы его писали, зрители могут не понять, но... Но вы готовы, да. Итак, уважаемые телезрители, вы, может быть, тоже знаете уже правильный ответ. Сегодня точка ТВ позиционируется как домен, предназначенный для представителей телеиндустрии. Однако до 2002 года он был национальным и принадлежал государству. Какому это? Тихоокеанскому островному Тувалу. Ответ Д. И они борются сейчас, чтобы вернуть этот домен к тебе. Аплодисменты! И это правильный ответ! Тихоокеанское государство в Полинезии. Население страны 11 206 человек. Откуда вы знаете этот факт? Мы же доменами занимаемся. Вот такой у вас ведущий. Ну что, дорогие друзья. Итак, по итогам первого раунда побеждает команда... Громкие аплодисменты! Ну что, давайте поаплодируем себе, команде. Мы продолжаем и переходим к второму раунду. Итак, внимание на экран, дорогие друзья. Правила второго раунда. Команде необходимо перевести пять слов, связанных с тематикой нашего шоу. Случайно написанных на английской раскладке. Команде необходимо быстро и правильно перевести слово и сообщить его ведущему. Команда, которая переведет больше слов, получает балл по итогу раунда. То есть, на экране загорается слово, какая команда быстрее расшифрует, быстрее назовет, та и пообеждает, зарабатывает балл за правильный ответ. Итак, внимание... Готовы к команде? Покажите, как вы готовы! Итак, внимание на экраны, поехали, первое слово. Классный раунд. Да! Блог. Правильный ответ, блог! А, вы только поняли, как играть, да? Объясняю, да. Там буковки, снизу, на русском, сверху, на английском, надо сложить. О, окей! Пригот... приготов... там не поможет, да? На телефоне не такая раскладка. Итак, приготовились, следующее слово. Да? Флут! Флут! Это правильный ответ, аплодисменты! Хочу отметить, я сам писал эти вопросы, я сам сижу, пытаюсь все поставить. Мне ни разу еще не получилось сделать это быстрее участников. Отлично! Следующее слово, внимание на экран. Парни, бай, бай, бай. Я смог. Да! Байт. Байт, это правильный ответ, аплодисменты! Байт. Далее. Это посложнее будет, да? Хостинг. Хостинг. А вы не думаете, да? Да? Да. Хостинг. Хостинг, аплодисменты, дорогие друзья. Отлично! Последнее слово в раунде. Приготовились, внимание на экран. Да-да. Кто был быстрее? Да-да. Баннер. Баннер, аплодисменты, дорогие друзья. Баннер! Итак, итоги второго раунда. Счет 3-2 в пользу команды... Регулятора! Аплодисменты команде регулятора. А итог двух раундов у нас ничья. 1-1! Ну что, дорогие друзья, как вам эти два раунда? Поделитесь. Амбически. Напряженно. А как вам? Нам очень все нравится. Нам очень все нравится. Очень все нравится. Круто. Вы так говорите, как будто от этого зависит ваша зарплата. Нам очень все нравится. Спасибо. Мы очень волнуемся. Очень волнуемся. Отлично. Какой раунд вам больше зашел? Первый, второй? Второй интересный был, да. Нужно было напрячь зрение. В отличие от первого раунда. Во втором, в первом раунде нужно было напрягать мозг. Нам все нравится. Отлично. Супер. Спасибо большое. А как твой вам раунд показался интересен? Наверное, тот, в котором мы победили? Нет. Как раз первый был интересный. Столько было сомнений и даже были у нас варианты правильных ответов. Почему-то мы их не озвучили. Отлично. Хорошо. Дай бог вам здоровья. Мы старались и, думаю, всем все нравится. Тогда мы приготовились к третьему раунду. Дамы и господа, внимание на экраны! Правило третьего раунда. 5 вопросов для обеих команд. На принятие решения дается 30 секунд. Команды записывают свой ответ на планшете и показывают его одновременно после сигнала ведущего. За победу в финальном раунде команда получает 2 балла. Ну что, команды, есть вопросы по правилам? Нет. Нет. Отлично. Мне сказали, что не хватает танцев, поэтому в этом раунде я буду танцевать на каждом вопросе. Итак, приготовились. Внимание на экран. Поехали. Первый вопрос. Когда Стив Джобс разрабатывал компьютерную мышь от Apple, он хотел создать простой и надежный продукт. Одним из требований для инженеров была работа мыши именно на этой одежде. О какой одежде идет речь? Джинсы. 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 Чтобы он упал. Да? Потому что естественно. Да, да. Мы готовы. Так, отлично. Команда готова? Итак. Раз, два, три. И это правильный ответ. Вы, команды, ответили правильно. Джинсы, дорогие друзья. Итак, поехали. Вопрос номер два. Согласно рейтингу Rambler Top 100 на 1997 год, этот юмористический сайт занимал первое место среди всех русскоязычных сайтов в течение почти полутора лет. Назовите этот сайт. Время пошло. Регуляторы готовы? Команда, я еще думаю. Не ошибитесь. На кону ваша работа. Я шучу. Моя, моя. Время вышло. Три, два, один. Внимание на экран. Анекдот и анекдот. Давайте в него анекдот. Правильный ответ. Анекдот. Дорогие друзья. Да, да, да. Тот самый в 1997 году. Кто не любил анекдоты, тот не любил смеяться. Отлично. Вопрос номер три. Внимание на экран. Назовите самый ненадежный и при этом самый популярный шестизначный пароль. Время пошло. Так. Команда готовы. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Кверти, давайте посмотрим на правильный ответ. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Аплодисменты команде регулятора. По данным аналитического исследования, пять миллионов взломанных паролей 2017 года. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Отлично. Приготовились. Вопрос номер четыре. Внимание на экран. Какому периферийному устройству компьютера поставили памятник в Екатеринбурге в 2005 году? Клавиатуру. Клавиатуру точнее. Да. Так. Обе команды готовы дать преждевременный ответ. Раз, два, три. Естественно. Клавиатуру. Ваши аплодисменты. Обе команды справились с этим вопросом. Мы переходим к финальному, пятому решающему вопросу. Внимание на экран. Именно этот предмет появился в советских школах в 1985 году. Время пошло. Готовы. Так, готовы. Обе команды готовы? Итак, давайте посмотрим. Аплодисменты. Да, дорогие друзья. Именно так. Информатика как учебная дисциплина в Советском Союзе появилась в школах с 1 сентября 1985 года одновременно с первым учебником Ершова основы информатики и вычислительной техники. Ну что, команды, давайте поаплодируем себе. Пришло время определиться с нашими результатами. По итогу трех раундов побеждает команда регуляторы со счетом 3-1. Ну что, дорогие друзья, у нас сейчас появятся подарки. Я пока что даю пятерочку каждому участнику каждой команды. Это замечательно. Сейчас вы получите эти ценные призы, посмотрите, какие там мы для вас приготовили. А там что-то невероятное. Может быть, что? Как вы думаете, что мы вам приготовили? Как минимум, пакет. Это уже достойно. В него можно будет что-то положить. А как максимум? Полет на Марс. Полет на Марс, это как максимум. Возможно, мы не знаем, кто я такой, чтобы знать, какие у нас призы. Возможно, полет на Марс, а как минимум, хорошее настроение. А вы как думаете, что мы для вас приготовили? Шоколадку. Сейчас мы это узнаем. И обе команды получают наши супер красивые кнопочки авторизации, которые можно будет поставить практически как Оскар у себя дома на полке. И гордиться этим званием. Званием самого умного в интернете. Громкие аплодисменты! Спасибо!